День защитника Отечества Защищать Отечество в первую очередь это ответственность. Ответственность перед страной, перед республикой, перед жителями, перед своей семьей. И защищать Отечество в мирное время значит добросовестно трудиться, чтить и продолжать славные традиции наших отцов и дедов. Сегодня каждый из нас вносит свой вклад в защиту Отечества, трудясь, оберегая свою семью от несгод и неудач, сохраняя их покой, работая во благо нашей страны, во имя ее процветания и также благополучия. Традиции доблести и мужества, которыми можно гордиться, сохраняются спустя годы и целые эпохи. Границы нашего государства остаются спокойными, небо мирным, благодаря ежедневному подвигу, который для многих совершается незаметно. Мужской урод нашей страны на протяжении вековой истории неоднократно доказывал свое право зваться настоящими защитниками Отечества. Герои этих времен завещали нам, своим потомкам, ценить и оберегать мир в родном Отечестве. Особые слова благодарности и глубочайшие признательности адресованы ветеранам Великой Отечественной войны. Отличившиеся в разных сферах труда получили заслуженные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Среди них главный врач городской больницы Ильшат Епаров. Медики – это как раз те люди, кто оберегает здоровье людей и не спасает их жизни. Пожалуй, это ангелы в белых халатах, признается Ильшат Эншарович. По его словам, мечта стать хирургом пришла еще в детстве. Это было еще совсем давно, когда учился в школе. Это было связано с тем, что я сам попал на операционный стол, меня прооперировали. Тогда я сказал, что я буду служить для народа и буду врачом-хирургом. Изначально при поступлении хотел и мечтал стать врачом-хирургом. Добросовестно и старательно делают свое дело настоящим мужчинам, совершая свой ежедневный подвиг на рабочем месте. Дамир Муркаев – оператор-термисс на передвижных технических установках градообразующего предприятия. О себе говорит по-мужски скромно, воспринимая свои заслуги как данность. Производим термообработку сварных швов после сварки. Нравится мне моя работа. Я уже давно в этой профессии, в этой должности уже привык. И другую профессию я не вижу. Физически, ну как, как везде, нормально все. Ничего сложного. День торжества – это и большой повод для радости. Дух праздника был поддержан яркими самобытными выступлениями салаватских артистов. День торжества – это и большой повод для радости. А страна продолжает жить. Продолжаются ее славные боевые и трудовые традиции. Мужчины достойно продолжают путь своих предков. Зуфия Сургулова, Радмир Загидолин, телекомпания «Салават».